Добавочка про пионы. Небольшая. Вот, смотрите, видите, какая у меня, опять же, красота. Вот, розовые распустились. Ну, показываю очередной раз кедр. И, вы знаете, дорогие девочки, кедр с пионами замечательное, очень антиоксидантное средство получается. То есть, если вы смешаете... Ну, сейчас побольше сделаю. Да, это уже, кстати, первое задание игры сегодняшней. Вот, теперь уже основное задание игры. Значит, что делаем? Мы делаем миксаж ароматный из пионов и иголочек кедра. Да, я сознаю, что не у каждого из вас оно есть, но есть аромамасла. То есть, вы можете сделать или аромамасла кедра, или аромамасла пиона. Они продаются, честно, пионерское. Итак, что делаем? Смешиваем либо лепестки пиона одного, либо, ну, давайте обратно, 7 капель пиона маслом. И вот здесь вот кто-то скажет, что сложнее найти кедровые иголки. Ну, они опадают, это первое. Значит, нам надо с вами небольшую веточку, вот, небольшую веточку, то есть штук 25 иголочек вот таких вот собрать и смешать с пионом. Вот такая вот у нас сегодня задача с вами. Видите, какая интересная. Но, опять же, повторю, что если у кого нет кедра, значит, для вас 15 капель кедра и, как вы видите, давайте возьмем все-таки 9 капель пиона. Значит, 15 кедра и 9 кипиона. Видите, как здорово. И все это мы с вами разбавляем, еще раз говорю, либо оливковым столовой ложкой маслом, либо маслом из народа шепшеницы. Ну, если нет ни того, ни другого, это, конечно, уже хуже. Но, я думаю, оливкой вы все-таки найдете. И вот эту вот смесь мы оставляем сегодня настаиваться. Для чего? Для того, чтобы через два дня ее начать заколдовывать, да, вот не побоюсь этого слова, на деньги. Итак, вот оно вам первое задание о нашей аромоигры. Повторю, что игра началась. И сейчас, вот, дорогие мои, пожалуйста, вот с сегодняшнего дня уже пишите, вот действительно уже пишите, то, что у вас уже есть, то, что вы получили, и то, какие намерения вы закладываете в эти наши аромо-напсажи. Поехали! Пока-пока!